Художник Люк Лефевер на встречу с нами приехал на мотоцикле. На нем же он добрался и до Владивостока. На спидометре больше 10 тысяч километров, в памяти сотни российских городов и дорог. Нет, ну в Москве дороги, конечно же, лучше, чем во Владивостоке, это правда. Но если брать всю Россию, то в некоторых городах дороги как таковой нет вовсе, особенно в небольших городах. За Читой, например, и за городом Могоча дороги практически нет. Если не говорить о федеральной трассе, то там, в городах, дороги самые плохие в России. Но вас тоже можно понять, зима и прочие погодные условия очень портят асфальт. А вообще по хорошей дороге ехать скучно, можно уснуть. Француз путешествует по России уже в пятый раз. Его выводы о качестве дорог вполне обоснованы. Впрочем, местные жители, даже не покидая пределы города, уверены, что ямы Владивостока самые глубокие. Я считаю, что дороги нужно чинить просто. Их просто нет. Ну что это за дороги по полметра, машины, колеса, квадратные потом. Некоторые места нормальные. Иногда после дождя яма появится. Тогда плохо. После ремонта нормально будет. Центральные дороги хорошего качества, более или менее. А вот межквартальные, ну очень грустно после наших дождей. Разбитый асфальт есть практически в каждом районе города. Так, например, выглядит участок на Народном проспекте в сторону кольца Третьей рабочей. Это ямы на Второй речке и Светланская. Центральную дорогу Владивостока тоже нельзя назвать идеальной. А так выглядят участки, где ямы закатывают. Таких тоже немало. По официальной информации администрации Владивостока, сейчас ремонтные работы идут по следующим адресам. По Партизанскому проспекту, Корабельной набережной, Светланскому переулку, Свердлова, Лермонтово, Шкотовской, Вязово, Никифорова, по Светской, Котельниково и другим улицам. Список неполный. Кстати, в этом году впервые практически все бригады работают исключительно ночью. Днем ремонтируют за редким исключением. Планы ремонта при формировании мы прежде всего исходим из всех финансовых ресурсов, которые у нас заложены в бюджете на год. Вот сейчас, допустим, мы только-только-только нам сформировали бюджет на 2017 год. Ежегодно на ремонт городских дорог из бюджета уходит порядка 450 миллионов рублей. К слову, Хабаровску новые дороги обходятся дороже – в 600 миллионов, хотя сам город в рейтинге по качеству дорожного полотна находится на сотом месте из 117. Такой список составила инспекция Общероссийского народного фронта в апреле этого года. Столица Приморья тоже попала в турнирную таблицу. Нам отвели 66 место. Если говорить на языке следователей, у Владивостока повреждение средней тяжести. В черном списке оказались Махачкала, Читай, Якутск, Ульяновск и Петропавловск, Камчатский. В таких городах, как отметили эксперты, подрядчики не следят за состоянием дорожного покрытия и гарантийные обязательства не выполняются. Напомним, дорожную инспекцию активисты ОНФ проводили с июля по декабрь в 2015 году. Целью мониторинга было проверить, как исполняются майские указы и поручения президента. Мы проверяли улицу Кирова, Русскую, даже Партизанский проспект. И вот, наконец-то, дошло до власти городской, что надо ремонт делать комплексно. И, конечно, главный вопрос – это не ремонтировать часто, а делать качественно. Тем временем Владимир Путин потребовал привести в нормальное состояние половину дорог в крупных региональных агломерациях к 2018 году, а к 2025 – 85%. 10 самых проблемных городов из федерального бюджета получат по 500 миллионов рублей. А в дорожные фонды 25 регионов пойдут деньги, собранные за счет повышения акцизов на топливо. Но за этими средствами, по словам президента, необходим строгий контроль. Это хорошо, что контроль, но так, чтобы по дороге деньги там не потерялись нигде. Из одного иного в другое там будут гулять, чтобы нигде там ничего не оседало. Чтобы не получилось так, что забрали рубль, а в регион отдали пол денег. Окажется ли Владивосток в списке Путина по ремонту дорог за федеральные деньги, пока неизвестно. Впрочем, как обещают в мэрии, работы на особо значимых артериях начнутся уже в ближайшее время. На очереди восстановительный ремонт на Некрасовском путепроводе и на мосту через вторую речку. Валерия Белоус, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.